На этой неделе в Самаре запланированы ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды. 30 ноября из-за замены задвижки с 10 утра до 21 часа холодную воду отключат по адресам заводской шоссе 232525-2. 27 27 Д, улица Ближняя 4, проезд Мальцева 9, 22 К1. Также в этот день проведут замену задвижек на улице Осипенко. Холодной воды не будет с 9.00 до 23.00 по адресам улица Осипенко 14, 20, 24, улица Новосадовая 22, 24. Бойлер установят на улице Осипенко 20. Список работ может быть скорректирован. Самарские таможенники совместно с управлением Россельхознадзора, ФСБ Оренбургской области и Куйбышевской транспортной прокуратурой изъяли 36 тонн польских груш. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке документов было установлено, что санкционные груши везли транзитом через Россию в Казахстан. Там часть груза должны были перемаркировать и через пару дней ввести обратно. В отношении водителей возбудили дела об административных правонарушениях. На главном футбольном стадионе Самары прошел финал киберспортивного фестиваля на Кубок Губернатора. Отборочные соревнования начались еще 13 ноября. Они продлились 10 дней. Сильнейшие геймеры со всей области сразились за звание лучших в различных компьютерных играх. Подробности в выпусках программы события на телеканале Самара ГИС. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 27 ноября, местами по региону сохранится туман при видимости 500 метров и менее. Областное управление МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от поездок. В Волжском казачьем обществе новый атаман. Им стал Константин Давитьян. Его кандидатура была единогласно одобрена делегатами казаков на Большом войсковом круге Волжского войскового казачьего общества, который прошел в Самарском духовно-просветительском центре Кириллица. Большой войсковой круг проводится раз в пять лет и традиционно становится масштабным мероприятием. Средний возраст автомобиля в России в этом году вырос и составил 12-15 лет. Подсчитали аналитики. Они считают, что стремительное старение автомобилей происходит из-за дефицита иномарок и роста цен. К концу весны этого года средняя ценовая категория стоимости автомобиля выросла в полтора-два раза. Эксперты прогнозируют, что повышение возраста транспортных средств увеличит уровень аварийности, который в течение многих лет был крайне низким. Российские ученые доказали, что наночастицы могут захватываться клетками нейронов в обонятельных луковицах носа. Движением захваченных частиц можно управлять с помощью переменного магнитного поля. Это позволит доставлять их в нужные отделы головного мозга и влиять на его работу. Адресная доставка нанороботов в глубокие отделы головного мозга позволит лечить нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Паркинсона. Осенью россиянам рекомендуют выбирать квашеную капусту в качестве гарнира для укрепления иммунитета. В квашеной капусте содержится большое количество лактобактерий. Они продуцируют особые белки, защищающие организм от болезней, вызываемых вирусами и бактериями. Всего 100 грамм этого продукта в день повысит сопротивляемость не только гриппу и ОРВИ, но и коронавирусной инфекции. Субтитры создавал DimaTorzok